Здравствуйте дорогие друзья, с вами Денис Кочерга и я вам расскажу за что я люблю аниме. Вперед! На 11 месте у меня Final Fantasy 7. Дети пришествия. Пятый год. Японский полнометражный анимационный фильм студии Square Enix, а также относится к компьютерным играм, аниме и другой продукции. Достоинства этого аниме. Красивая музыка, великолепный сюжет, запоминающие персонажи, невероятная концовка. Спойлерить я вам сюжет не буду. Приятного просмотра. Оценка 8 из 10. На 10 месте у меня очень популярный аниме-сериал Castlevania. 17-й год. В Костельвании американский мультсериал Уоррена Эллиса. Он также является режиссером этого сериала. Премьера состоялась на платформе Netflix. Достоинства авторы вдохновляли с романом Брэма Стокера Дракула. И тем самым мы получили захватывающий сюжет сериала и очень интересных персонажей. Также красивую музыку и рисовку. Оценка 8 из 10. На 9 месте у меня Байонетта. Очень интересная личность женского пола. 13-й год. Очаровательная главная героиня. Байонетта. Могущественная ведьма. Героиня отправляется в путешествие, но вместо желанных ответов получает больше вопросов. Режиссер Кидзаки Фуминори. Достоинства. Сексуальная героиня. Красивая. Рисовка и увлекательный сюжет. Красивая героиня тоже. Оценка 7 из 10. Девил Май Край. На 8 месте. Седьмой год. Аниме-телесериал. Снятый в одноменной игре. Также режиссер Син Итагаки. Сценарист Иноэ Тосики. Достоинства. Харизматичный главный герой. Красивые зрелищные бои. И забавный юмор. Оценка 8 из 10. На 7 месте. У меня. Дитя. Погода. Это история про тайну мироиздания. Секрет которой знаем только мы с ней. 16-летний Ходока Морисима убегает из дома в Токио, где у него сразу кончаются деньги. Он остается без работы, но сразу же знакомится с девушкой по имени Хина Амана. Которая обладает удивительной способностью разгонять тучи и останавливает дождь. Режиссер популярный Макото Синкай. Сценарист Макото Синкай. Достоинства. История учит нас о том, как становиться самостоятельной. Не в жизни. И показывает нам последствия владения необычной силой с природой. И концовка вас заставляет плакать. Оценка 9 из 10. На 6-м месте у меня форма голоса. Тоже красивое аниме. 16-й год. Режиссер Наоки Ямада. Сценарист Йеситоки Оима. Молодой человек Сёя Исида внезапно осознает, что в школе умудрился превратить жизнь одноклассницы Сёку в ад, только потому, что та была глухая. И теперь достоинства сюжета. Учит о том, как между полноценным парнем и глухонемой девушкой зарождается больше, чем дружба. Эта поучительная история запомнится вам надолго. Оценка 8 из 10. На 5-м месте Патема наоборот. Нас спасает притяжение. 13-й год. Режиссер Ясухира Йесиура. В результате некой произошедшей в прошлом катастрофы, человечество разделилось на два народа. Для первого народа гравитация действует наоборот, и его представители используют вещи, которые падают в небеса. На второй народ гравитация действует обычным образом, и он живет на поверхности земли. Достоинства. Этот сюжет непростой. Он покажет вам, как два разных народа нашли в друг друге понимание, дружбу и любовь. Оценка 8 из 10. На 4-м месте Девочка, покорившая время. Тоже интересное данное аниме. 6-й год. Режиссер Мамору Хосода. Сценарист Садоку Окудера. 17-летняя Макото Гона не слишком хорошо учится, часто опаздывает, по вечерам она играет с друзьями в бейсбол, каждое утро вскакивает на велосипед и торопится в японскую школу, но внезапно в ее привычной жизни случаются странные события, и Макото обретает способность перемещаться во времени. Достоинства данного аниме рассказывают о последствии перемещения во времени, как в эффекте бабочки, и показывают нам очень трогательную концовку. Оценка 9 из 10. На 3-м месте у меня Ромео и Джульетта. 7-й год. Первый источник книга. Студия Гонзо. Режиссер Ойдзаки Фумитоси. Знаменитая трагедия Уильяма Шекспира переиграна на другой лад. В ней уже царят маскарады, ибалы, полеты на реконах, и кровавые семейные войны, революционные ситуации. Но единственное, что не подвластно времени, первая чистая, искренняя любовь. Достоинства вам будет интересно смотреть переосмысление знаменитой пьесы Уильяма Шекспира. Тут не нужно лишних слов. Это шедевр. Оценка моя 9 из 10. Второе место. Адданте. Также является божественная комедия. 10-й год. Режиссер Виктор Кук. Сценарий Брэнда Номан. Данте проходит через 9 кругов ада, чтобы спасти свою возлюбленную Беатрич. Божественная комедия. Поэма, написанная Данте Олегьери, и дающая наиболее широкий синтез ревневековой культуры и антологию мира. Настоящая средневековая энциклопедия научных, политических, философских, моральных, богословских знаний. Достоинства. Интересная история о рыцаре, который, несмотря ни на что, пытается спасти свою девушку из 9 кругов ада. Одним словом, друзья, шедевр. Моя оценка 9 из 10. На первом месте у меня русское аниме в сотрудничестве с американцами и с японцами. Девятый год. Режиссер Йосихару Асину. Алексей Климов и Михаил Шприц. 42-й год. Отряд пионеров-героев вступает в свадку с фашистскими оккупантами и призраками рыцарей Ливонского ордена, вызванными из загробного мира нацистскими магами из печально известной организации Анненербе. Разумеется, главные герои не простые пионеры, они прошли обучение в 6-м отделе управления военной разведки. Достоинства. Первое русское аниме. О патриотизме и о том, как пионеры спасают мир от нацистов. Хороший среднячок. Моя оценка этому аниме 7 из 10 баллов. Я надеюсь, дорогие друзья, вам очень понравилось, что я делал этот топ. Ставьте лайки. И до новых с вами, друзья, встреч. С вами был Денис Кочерга. Всем пока.